Сегодня ночью прошла церемония The Game Awards, на которой показали новые подробности об уже известных играх и сделали совершенно новые анонсы. Всем привет, с вами канал iGEM, и сейчас мы вкратце расскажем вам, что нового случилось в мире видеоигр, пока вы спали. Turtle Rock Studios, создатели Left 4 Dead, показали синематикой геймплей своей новой игры Back 4 Blood. Они продолжают делать то, что у них получается лучше всего, и создают еще один кооп с зомбями. На этот раз с новыми персонажами, графонием и огромными зомби. Релиз игры состоится 22 июня 2021 года, а в Альфу можно будет сыграть уже 17 декабря. Больше мертвецов! Глен Шофилд, создатель оригинальной Dead Space, анонсировал свой синглплеерный сурвайвл-хоррор The Calista Protocol с видом от третьего лица. Релиз запланирован на 22-й год. Мало зомбарей? Пожалуйста, по мотивам киновселенной «Зловещие мертвецы» разрабатывается кооперативный хоррор Evil Dead The Game, который должен выйти уже в следующем году. Создатели Black Desert расщедрились на сюжетный одиночный проект Crimson Desert. Это будет игра, которая одновременно напоминает все хиты последних лет. В ней есть ловушки, потрясающая графика, реал-тайм построения уровней, динамичная боевка и, самое главное, полеты на драконах! Игра выйдет зимой 2021 года. Также на церемонии показали трейлер новой игры от Юсефа Фореса, автора A Way Out и Brothers A Tale of Two Sons. Кооперативная адвенчура для двоих пользователей получила название It Takes Two. По сюжету маленькая девочка, чьи родители собираются разводиться, противится их решению, создает двух кукол, которых и возьмет под свое управление игрок. Анонсировали и показали Ark 2, в котором откуда-то взялись орки и, не удивляйтесь, Вин Дизель. Возможно, это будет приквел игры, потому что природа этих самых орков не до конца ясна. Кроме того, сразу же анонсировали и мультсериал по игре, в котором будет Тенант, Баттлер и Кроу. Ну, почему бы и нет? ПК-бояре могут порадоваться сразу нескольким анонсом от Сега. Японцы подготовили Yakuza Remastered Collection, в которую входят третья, четвертая и пятая части серии. Обновленный сборник с играми выйдет уже 28 января. Мало японщины? Не беда, ведь шестая якудза тоже выйдет на персональные компьютеры в конце марта. Что там у нас дальше? Ага, стало известно, что эксклюзив Sony под названием Returnal появится на консоли уже 19 марта следующего года. Правда, выглядит игра очень странной, напоминает недавнюю Risk of Rain 2. Ещё для системы анонсировали милую адвенчуру Season, которая, правда, выйдет ещё и на ПК. В ней пользователям предстоит собирать артефакты и воспоминания до того, как на Земле произойдёт катастрофа. Хорошо, с плойкой разобрались. Что там у Microsoft? Фанаты Xbox могут обрадоваться. В Forza Horizon 4 добавили машину из Cyberpunk 2077, а в Fortnite появится Master Chief и карты из Halo. Вот так эксклюзив. Ну ладно, ещё на десерт компания подготовила перезапуск Perfect Dark, культового шутера, в который 20 лет назад играли все обладатели Nintendo 64. Интересно, сможет ли новая игра наделать такое же количество шуму спустя столько времени. Помимо всего прочего, ZTUM представила режиссёрскую версию диска Elysium. В ней появится куча нового бесплатного контента, так ещё и полная английская озвучка. Хотя в ближайшее время для оригинальной игры должен выйти официальный русификатор. The Final Cut появится сначала в марте на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, а затем летом на консолях Xbox и даже Nintendo Switch. Надеюсь, на портативной консоли можно обойтись без увеличительного стекла. Беседка показала новый cinematic-трейлер The Elder Scrolls Online – Gates of Oblivion. Это следующее большое приключение в ТСО, которое продлится примерно год. Новый аддон вернётся к тематике четвёртой части The Elder Scrolls и устроит игрокам тёплую встречу с Меруносом Дагоном. Враты Oblivion откроются 21 января 2021 года. На церемонии также показали платформер Super Meat Boy Forever, который выйдет уже 23 декабря в Epic Games Store. Шутер Evil West от разработчиков Shadow Warrior, её релиз состоится в следующем году. А также могу отметить динамичную Warhammer 40 000 Dark Tide для четырёх игроков. Ну а BioWare порадовали фанатов сразу двумя новостями. Во-первых, они, как и обещали, показали тизер Dragon Age. Старый знакомый Варик говорит, что это не будет об избранных и магических руках. Мы отправимся в город Минратос, и там встретимся лицом к лицу с ужасным волком. Игра называется просто Dragon Age, и, судя по всему, будет в том или ином виде перезапуском серии. Напоследок показали кратенький тизер чего-то по Mass Effect. Скорее всего, это тизер не ремастера, а продолжения вселенной. В ролике нам показывают разрушенный ретранслятор, а затем Лиара находит кусочек шлема с эмблемой N7. Это говорит о том, что событие происходит после окончания трилогии в той же вселенной. На этом выставка закончилась. Никакого Silent Hill с геймплеем Elden Ring не оказалось. А вы надеялись на что-то больше? Поделитесь в комментариях, какой из этих анонсов удивил вас больше всего. Не забывайте ставить лайк, шевелить колокольчик, подписываться на канал и присоединяться к нашему серверу в Дискорде, чтобы точно не пропустить новые ролики от IGM. Скоро услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова